Внешнеполитические приоритеты, международная деятельность и зарубежные визиты, интеграционные проекты и диалог с партнерами. Ракурс. Общественно-политическая жизнь Беларуси. Мы продолжаем проект Ракурс у микрофона ведущий Павел Лазовик. Белорусские компании учили инструментам бережливого производства. В этом году завершается реализация проекта по модернизации предприятий-производителей компонентов для автомобильного сектора. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО запустила в Беларуси этот проект в 2015 году. И по его результатам при бюджете в полтора миллиона долларов экономический эффект превысил 9 миллионов. Подробнее о результатах и реализации следующего проекта рассказала заместитель директора Департамента торговли, инвестиций и инноваций ЮНИДО Ольга Мимедович. Я считаю, что проект был очень успешным. Этот проект финансился Российской Федерацией, был реализован ЮНИДО. Основная цель проекта была передача знаний в области бережливого производства, затем переход от бережливого производства к производству по философии Кайзен, а затем к философии цифрового Кайзена. Также была задача поставлена достичь существенных экономических результатов, повысить конкурентноспособность, повысить продуктивность предприятий, являющихся производителями компонентов для автомобильной промышленности. А также задача была помочь предприятиям выполнить требования производителей оригинальных компонентов. Данная отрасль, тяжелое машиностроение, была выбрана не нами, это отрасль, которая была предложена правительством Республики Беларусь, именно в этом состоит подход ЮНИДО. Мы получаем запрос и затем уже на основании этого запроса охватываем конкретную отрасль. И в рамках данного проекта мы смогли доказать и показать, что несмотря на то, что в Беларуси машиностроение это довольно развитая отрасль, тем не менее мы смогли за короткое время достичь видимых существенных улучшений. Следующий проект, он будет направлен на малые и средние предприятия уже в других отраслях. В частности, будут охвачены отрасли, которые представляют те предприятия, которые находятся в той или иной зоне свободной экономической торговли. Была оказана поддержка в обучении экспертов на уровне цеха. В рамках этого обучения мы смогли охватить большое количество компаний и достичь существенных сбережений, которые в свою очередь преобразовались в реальный экономический эффект. Было охвачено 44 компании, более 500 человек прошли обучение на уровне цеха, 200 представителей высшего руководства также прошли обучение. В целом экономический эффект исчисляется 9 миллионами долларов. Мы организовывали учебные поездки и стажировки для руководства, также стажировки для молодых специалистов. У нас были поездки в Австрию, Словению, Российскую Федерацию, Турцию и Индию. И хотелось бы также сказать, что задача проекта была не в том, чтобы провести на протяжении двух лет какое-то обучение на уровне цеха и на этом закончить. Также была задача обеспечить устойчивость достигнутых результатов проекта. Для этого был создан специальный центр модернизации, который бы помогал в передаче и освоении методологии, разработанной ЮНИДА. Наша также была задача создать безотходную экономику. У ЮНИДА есть специальная методология. Она состоит в том, чтобы на первом этапе провести диагностику на уровне цеха. Затем преобразовать эти результаты в цифровом формате. И затем эти цифровые данные уже используются для соответствующих расчетов. То есть мы смотрим, какую экономию можно достичь, если мы реорганизуем существующее производство. Первые 3 миллиона, это оценка из 9 миллионов, она получена за счет того, что мы посчитали, сколько можно сэкономить за счет снижения расходов или затрат. Еще 6 миллионов, это та цифра, которую мы получим, если мы реализуем на практике методологию, разработанную ЮНИДА. Сейчас предусматривается разработка и реализация третьего проекта при участии двухсторонних и многосторонних спонсоров, доноров. И задача этого проекта будет направлена на обеспечение перехода Беларуси к 4 промышленной революции, или как мы называем индустрия 4.0. Также актуализировать наши знания в области новых технологий и посмотреть, как эти новые технологии реализуются в остальном мире. Мы планируем включить в рамки этого проекта другие регионы в Республике Беларусь. Мы подберем специальные площадки, в основном это малые и средние предприятия, и покажем им, как можно за счет реализации новых технологий повысить свою продуктивность. К примеру, если позволят деньги, мы можем закупить такое оборудование, как 3D принтеры, и также создадим своего рода такие демонстрационные обучающие площадки. Мы хотим в рамках этой фазы показать, какие есть тенденции в области индустрии 4.0. Планируется, что проект будет реализован в течение 2-3 лет. Мы также будем искать финансовую поддержку со стороны Российской Федерации. Также будем смотреть, в каких регионах есть зоны свободной торговли, которые могли бы принять и разместить у себя такие предприятия. За счет реализации проекта расходы снижаются, а качество и производительность возрастают. Уже сейчас на многих наших предприятиях виден значительный результат. И эффектом от реализации проекта поделились Максим Конев, начальник отдела совершенствования управления производством и персоналом Жодинского БелАЗа, и Александр Гутырчик, заместитель генерального директора БелКоммунмаш. Мы, до того, как познакомились с компанией НИДА, уже начали работать тем, как применить высокоэффективные инструменты бережливого производства у себя на предприятии. У нас есть некоторые успехи, но очень много идей и каких-то теоретических знаний, которые мы не успели воплотить в жизнь, не попробовали. И компания НИДА, она фактически стала помощником, прокурировала, с чего нужно начинать, на что нужно обращать внимание, и задала нам направление работы. Совместно мы реализовали два проекта. Оба проекта, можно сказать, что мы получили экономический эффект. Мы убедились в том, что это эффективно. Мы знаем теперь точно, как это необходимо делать. И обучили персонал. Значит, у нас все, кто участвовал в этих проектах, в рабочих группах, они теперь могут самостоятельно внедрять бережливое производство у себя на участках, в цехах. Бережливым производством мы уже занимаемся на предприятии уже более 10 лет. Начинали мы еще с Денисом Хоббсом. Первые шаги делали, проходили обучение. Последние два года мы занимаемся в рамках программы ЮНИДА. Внедрением бережливого производства у нас было 4 мероприятия. 3 мероприятия по быстрому улучшению и 1 углубленная диагностика и улучшение. И на последнем этапе, буквально в феврале месяце, мы прошли программу цифрового кайдзена. Это внедрение уже цифровой технологии на предприятие. На нашем предприятии существует уже система автоматического планирования и управления производством. Однако уже со специалистами ИФС мы по-новому взглянули вообще на эту систему. Специалисты позволили нам понять о том, что сейчас цифру можно перевести практически уже все полностью производство. Практика показала, что это реально, в принципе, на каждом предприятии. На сегодняшний момент мы совместно со специалистами ИФС доработали техническое задание. И уже с июля месяца будем внедрять новый блок автоматического планирования производства, что нам позволит выдавать не только месячные планы, но можно выдавать дневные планы, даже подчасовые планы в производстве в автоматическом режиме. То есть, задав только необходимые вводные данные о количестве необходимой техники, о мощности оборудования, мы получим ежедневное полностью планирование в автоматическом режиме. Следующим этапом – это система планирования. Автоматически будет подтягивать выдачу материала, резервирование материала уже на складах. Автоматическая уже выдача на складах. Постянет за собой следующую цепочку. Это автоматический учет, это материалы на складе. И автоматическое уже планирование закупок. Действуя по такой цепочке, все предприятие можно перевести в автоматический режим. В принципе, это все соответствует внедрению цифровой экономики. В принципе, в перспективе, думаю, мы к этому придем, можно создать цифровую модель, мы уже обсуждали с коллегами, цифровую модель предприятия. Когда можно при запуске, например, новых продуктов сначала сделать цифровую модель предприятия, ее прогнать в цифровой модели, прежде чем физически запускать на предприятии, посмотреть, какие слабые места, где необходимо дозакупить оборудование, где надо добрать персонал или наоборот делать перемещение. Сначала отработать это виртуально, а потом они дают на практике. В рамках реализации проекта были организованы и ознакомительные визиты в Индию, Турцию, Россию, Словению и Австрию. Сейчас в Беларуси на постоянной основе будет работать Центр модернизации производства. Эксперты ЮНИДа Андрей Шульга, Юрий Полегошко и Виктор Надольский поделились о важности проекта. Основная цель проекта была обучение предприятий промышленности Республики Беларусь основам бережливого производства. И вторая – это повышение производительности, ну или показателей, выбранных руководством предприятий. Цели, конечно, достигнуты более чем, то есть о чем говорят наши экономические эффекты и отзывы с предприятий. На всех предприятиях был достигнут результат не менее 20% увеличения производительности, а где-то было и до 60-70%. Ну и, соответственно, общий экономический эффект составил 9 миллионов долларов за три года работы. Важным моментом было то, что еще одной целью являлось максимальное вовлечение персонала в бережливое производство. За три года мы вовлекли более 500 сотрудников именно в бережливое производство. Естественно, каждое предприятие было на разном уровне по бережливости. Некоторые предприятия вообще не знали, что такое бережливое производство. Некоторые делали самостоятельное даже мероприятие. У кого-то что-то получалось, где-то не получалось. Некоторые, скажем так, были на уровне достаточно высоком. У нас была разработана ЮНИДА, педологию, специально адаптированную под Республику Беларусь, под белорусские имена предприятия. На большом опыте работы ЮНИДА, потому что уже подобный проект был реализован в многих странах. В Индии, Южной Африке, в Словении. Самым важным результатом, одними из самых важных, это то, что была создана команда национальных экспертов, которые непосредственно здесь, в Республике Беларусь, уже владеют теми уникальными методиками внедрения бережливого производства. И не просто владеют теоретической составляющей, а именно имеют огромный опыт внедрения именно на практике. То есть это доказано теми мероприятиями, которые были проведены. И соответствующее, как мои коллеги говорили, это показало, какой был экономический эффект достигнут. Особое достижение проекта – продвижение подходов и методов цифрового кайзена и индустрии 4.0 в Беларуси. Кристиан Сальвинетти, консультант австрийской компании ЕФС, подробнее о готовности Беларуси к новым методикам. С нашей стороны, есть две аспекты. Один – это методология, как это работает. Два аспекта с нашей стороны было вложено. Первое – это методология, как она работает. И что касается новой информации от компании, мы выявляли потенциал по улучшению процесса компании. Цифровое улучшение. Цифровой кайзен – это методика, которая была разработана ЕФС. Мы используем традиционный кайзен для анализа потерь и анализа неэффективно работающих процессов. И для того, чтобы оптимизировать и исключить эти потери, мы модернизируем процессы и используем современные технологии, такие как облачные вычисления, интернет-вещей, троны для того, чтобы решить проблемы с существующими процессами. То есть, таким образом, это своего рода модернизация кайзена. В современном мире мы анализируем, что плохо работает, и, применяя современные технологии, стараемся устранить проблемы. Я думаю, что вне зависимости от этапа зрелости компании, индустрия 4.0 может быть использована любой компанией. Ранее или позже компания в любом случае должна проанализировать возможности и воспользоваться ими, и использовать цифровые технологии, индустрию 4.0 в своей деятельности, вне зависимости, на каком этапе развития и зрелости она находится. И в Беларуси я заметил, что сотрудники очень открыты к новым технологиям, к поиску новых решений. Они очень мотивированы, очень с энтузиазмом подходят к этим вопросам. Это большой плюс, большое преимущество и своего рода актив. Что это, особенно в Беларуси, в Беларуси, это, что я смогу знать, чтобы сотрудники в Беларуси быть очень открытыми, на одной стороны, для новых решений.